здравствуйте друзья намастэ это канал india magic tv сегодня 376 видео моего индийского блога я нахожусь в бангалоре столице штата карнатека и в третьем по числу населения после бангалора и дели индийском мегаполисе несмотря на многомиллионное население в бангалор довольно чистый очень зеленый город с огромным количеством парков скверов и красивых садов вот я сейчас нахожусь в районе который называется каббон парк это огромная зеленая зона в центре города где расположены несколько красивых парков добраться сюда проще всего на метро доехав до одноименной станции станция так и называется каббон парк как-то вот так здесь смотрите написано джевахарлар неру планетариум это планетарий где-то здесь за этим забором я так понял что вся вот этот каббон парк это весь этот район он вот такой зеленый много деревьев много скверов парков и все это называется вот этот каббон парк вся эта вся эта область вся это весь этот район попробую перейти вот дорогу и там посмотреть этот планетарий если иногда опасно очень переходить дорогу не особо пропускают автомобилисты даже на вот этих зебрах так вот это слева от меня как бы уже планетарий а где он этот планетарий автобусы стоят туристические ага справа какая-то парковая зона смотрите там люди гуляют вот наверное он и есть этот каббон парк или один из парков этого каббон парка здесь красивые деревья я уже как-то ушел от метро наверное я и просто так уже не найду это метро только надо будет спрашивать навигатора с собой у меня нет сейчас и вообще телефона нет только видеокамера и фотоаппарат конечно очень приятный район города и воздух здесь не загрязнен особо несмотря на то что много машин видимо потому что много деревьев большое количество деревьев очень зелено стоянка автобусов и где-то тут планетарий вот я зашел на территорию этого планетария здесь оживленно много молодежи видите это видимо школьники из разных школ у них разная школьная форма прикольно так смотрится а здесь мороженое конечно все хотят мороженого я тоже хочу мороженого но не буду потому что у меня возможно недавно была простуда которую я задавил так зачатки но не хочется чтобы она вернулась в каком-либо виде здесь такой киоск что там замороженное хоть посмотреть одним глазком выглядит красиво там киоск с самосами с каким-то с напиточками может мне купить попить чего-нибудь но тут чипсы в основном я бы хотел чаю здесь нету чая самосы только две штуки 20 рупий очень дешево вообще еда очень дешевая в бангалоре это мне нравится а вот это прямо передо мной видите вот это здание там продают билеты планетарий ну я думаю вы знаете что такое планетарий это такая интерактивная модель солнечной системы и вообще там звездного неба вам рассказывают о строении вселенной рассказывают о строении солнечной системы такое астрономическое развлечение и там можно купить билет 150 рупий стоит я вот вижу отсюда этот билетик планетарий стоит 150 индийских рупий ну наверное в планетарий я не пойду смотреть строение солнечной системы я просто похожу здесь вокруг в этом парке посмотрю посмотрю что здесь есть очень много здесь школьников они все в разные 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 форме но это и не удивительно ведь это в общем-то образовательное такое учреждение планетарий вон охранники наблюдают за детьми чтобы они не портили растения наверное вот такие школьники большой красивый металлический глобус это наша земля друзья вот она сделана из металлической сетки такой прикольно давайте найдем давайте индию найдем где наша индия что-то как-то странно а вот она индия вот индия вот она видите индия и вон шри-ланка от индия дети играют с кем он там переговаривается а вот он говорит звук отражается и вон он второй пацаненок метров метров 30 отсюда видите такой же такой же рефлектор и между ними вот такая связь то есть это сфокусированный звук передается они слышат друг друга представляете вон там пацаненок второй стоит видите там такой же этот такая же штука это сам а это сам планетарий вот красивое и коричневатое здание это планетарий bangalore city corporation ответственная организация за это здание то есть это муниципалитет по нашему видимо смотрите там есть башенка телескоп а наверху я в детстве очень любил смотреть на звезды делал сам эти телескопы и вот какие-то астрономические инструменты здесь древние как музей такой астрономии эта штука называется надевалая надевалая астрономический инструмент какой-то угломерный инструмент я нахожусь кстати внутри модели солнечной системы вот пожалуйста марс это наша земля а вы знали что диаметр нашей нашей планеты 12 тысяч 800 километров диаметр диаметр земли я не знал венера венера чуть чуть поменьше всего лишь 12 тысяч километров диаметр меркурий и это солнышко наше солнышко которое дает нам жизнь на нашей планете вот она солнце и все планетки вот они солнечная система а это что такое это можно крутить я так понимаю пацаненок крутит и что происходит должна течь вода по идее насоска то есть да а это насос архимеда насос архимеда вот так был устроен насос архимеда надо видимо более агрессивно крутить чем крутит пацаненок этот а это что а это что а 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 вообще вот этот вот это место называется научный парк этот небольшой парк здесь всякие научные развлечения для детишек а кстати есть приложение для android и в appstore приложение гид по планетарию можно скачать и она будет вам рассказывать где что находится ракета смотрите космическая ракета вау видимо индийская космическая ракета вот она такая белая красавица да я вот подумал а почему бы мне не сходить сам планетарий купить билетик сейчас может куплю билетик и схожу хай детям нравится видите крутить эти ручки все передачи цепная передача вон шестереночная передача даже девочка вам покрутила немножко молодцы школьники девочка так покрутила и страдет разочарованным видом ушла как-то и не очень не очень понравилось это так а это надо смотреть сюда на так или красный и зеленый смотрю и ничего особенного я не увидел там вау а и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Столько листвы на земле Такое осеннее чувство Интересно Так, вот здесь продают билетики Видимо А, тут вот еще какие-то интересные картинки Вопрос Действительно ли круг искажен на кружности? На самом деле он не искажен Что вы видите? Вот написано Что вы видите? Разрезанные круги или куб? Я вижу куб и круги одновременно Ну это оптические иллюзии Что вы видите? Молодую женщину или старушку? Я вот всегда на этой картине Сначала вижу молодую женщину А потом вижу старушку Ну вы можете посмотреть Да, такая молодая женщина Отвернувшаяся от вас Носик виднее А если приглядеться То можно увидеть старуху в профиль Это оптические иллюзии Давно уже я знаю про эти картинки Еще с детства У меня была книга Называлась она Занимательная психология И там все вот эти картинки были В этой книге А вот это место Где я сейчас прогуливаюсь Это еще один парк здесь Прямо через дорогу от Планетария Вот Планетарий И дорога Проезжая часть И вот этот парк сразу То есть как бы Планетарий Он тоже парк И вот этот еще один парк Видите как здесь красиво Тут много баньянов И каких-то других Очень красивых деревьев Очень тенисто Чисто Спокойно Тихо Просто вот такое место отдыха Какое-то Здесь много таких парков В Бангалоре Очень много Смотрите как красиво Здесь можно кстати на велосипеде кататься Очень приятно С великом было бы здесь И у них Поющий фонтан Вот это поющий фонтан Но он видимо работает только вечером И на него надо покупать билетик За несколько рубий там Вечером Вход по билетикам В поющий фонтан Ну я видел там объявление Здесь Видите какие-то растения красивые Разные Разные растения Вот эта улица называется Улица освещенная солнечным светом То есть Вон там фонари Вот эти все фонари Которые здесь Они питаются от солнечных батарей Вот видите Вот стоечка такая И там Вот Вот прямо напротив Зеленый столб И наверху такая Панель Это солнечная панель И тут я видел несколько Несколько таких Генераторов солнечной энергии Вот эта вся улица Освещается Вечером Запасенная в аккумуляторах Солнечной энергии Здесь капуста растет Смотрите Индийская капуста Ну шучу конечно Это Не капуста Я не знаю что это за растение Вот очень интересное растение Эти вообще красивые листья какие Листья разноцветные Всех оттенков Красно-желто-зеленого И люди просто отдыхают Смотрите Они сидят на травке Вон фотографируются Видите Красивые девушки Мусульманки Очень красивые Девушки-мусульманки Вот Вот Это этот столб Который генерирует энергию Для освещения Этой улицы В темное время суток Вот смотрите Там Солнечная панель Наверху закреплена По столбу И здесь аккумулятор Вот в зеленом ящике И лампа Освещается Вечером Этим аккумулятором Ну здесь парк Как бы заканчивается Уже там туалет Бесплатный Естественно Можно сходить в туалет При желании Вернее При необходимости Сходить в туалет Это не желание Это необходимость Там он есть Видите Ветряк Если Ветреная погода Он генерирует Тоже электроэнергию И солнце И ветер Все используется Соответствующим образом Ну вот Это парк Пающего фонтана Пающего Танцующего фонтана Сюда Наверное Надо приходить Вечером В темное время суток После захода солнца То есть После 6 часов вечера Сейчас я заметил Здесь уже Стали дни длиннее Немного И темнеет Не так рано То есть Где-то Около 7 Темнеет Вот он Ветряк Ветрогенератор Ветряной генератор Электроэнергии Вот он Видите Ветрячок И там На столбе Флаг Индии Индийский Национальный флаг Это такой просто Парк Для отдыха Чтобы прийти сюда Походить Погулять Расслабиться Отдохнуть От города От мегаполиса В общем-то Весь Вот этот район Большой Куда я приехал Он представляет собой Парк Здесь много парков Даже Я заметил Что правительственные Учреждения Какие-то Их много Здесь Я видел радио Индийское радио Вот оно Здесь тоже Как учреждение И территория Каждого учреждения Здесь вот такой Примерно парк Тоже красивый Смотрите Как зелено Все И там Бабуля сидит Она здесь работает Видно А сейчас Она обедает Она работает Наверное Прибирается Здесь Мусор убирает Который случайно Попадает На поляну На эту Ааа Я вижу Вон интересный Паровоз стоит Давайте Подойдем К паровозу Вот фотография Этого поющего фонтана Танцующего Мюзикл Дэнсинг Фонтан Танцующий фонтан Но он работает Естественно Вечером Видите Здесь вот Расписание Написано Первое шоу С 7 до 7.30 Второе шоу С 8 до 8.30 И не входить Без билета Здесь вот Здесь вот Вы покупаете Билеты И проходите К фонтану А вот и паровоз Настоящий паровоз Смотрите Какие плоды На дереве Что бы это значило Съедобные Это плоды Или нет Вот вообще Непонятно Интересно Я попал В какой-то Военно-исторический Парк В Бангалой Вот там Видите Уже Проезжая часть Это Граница Парка И Там Через дорогу Тоже Какой-то Парк В общем Это вся Область Кабон Парк Это Область Парков Такой Район Парка В городе Здесь Смотрите Какой интересный Павильон Он почему-то Запущен Закрыт Какие-то Здесь Старые Военные Корабли Макеты Видите Крейсер Вот такой Павильон Он закрыт И Видимо Там Давно Никого Не было Внутри Около Этих Военных Кораблей А вот Здесь Рядом Ракеты Индийские Военные Ракеты И там Девчонки Танцуют Около Этих Ракет Давайте Погуляем По этому Военному Парку Интересное Место Такое Пустынное Место Здесь Мало Людей Я Видел Встречал Здесь Несколько Влюбляющихся Парочек Видимо Им Хорошо Здесь Можно Уединиться Потому Что Место Не Такое Многолюдное Какие-то Вот Скучающие Собаки Здесь И Вот Они Ракеты Стратегические Ракеты Смотрите Какие Раз Два Три Четыре Пять Шесть Ракет Они Выстроены Здесь В порядке По Росту В порядке Увеличения Роста Их Размер Вот Самая Маленькая Ракета Это Наг Наг Это Змей Такой Наг Ди Ар Ди О Такая Ракетка Видимо Настоящая Может Макет Или Бывшая Ракета Настоящая А вот Ракета Акаш Называется Акаш Тоже Чисто Индийское Название Акаш Акаш Ганга Помните В Ришикеш Кафе Акаш Алкаш Вот Эта Ракетка Уже Побольше Брахмос Вау Эта Ракета Называется Брахмос Брамас Надо же Название Там у них Божественные Какие Ад Ничего себе Ракета Под названием Ад Эта ракета Может устроить Ад Ад Индия Да Красота А вот Эта ракета Потолще Потолще Притви 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 Называется Тоже Индийское Имя Притви Ну и Самая Большая Конечно Ракета Здесь Вот Эта Самая Огромная Самая Огромная Ракета Это Агни Огонь Агни Ракета Агни Огненная Ракета Вау Какая она Большая Вблизи Сопла У нее Какое Интересно Посмотреть бы На ее взлет Девчонки Танцуют Хэппи Неви А вон Самолет Самолет военный Индийский Наверное Пилот Баба На таком Летал Помните Есть такой Гуру Индийский Северной Индии У него Ашрам В Харидвари Пилот Баба Он мог летать На очень низкой Высоте Ему помогала Великая сила Наверное Он был Одним из Индийских Джедаев Сейчас он Стал Впоследствии Он стал Йогом Очень крутой Продвинутый Йог Ну Поскольку он Был пилотом То его так И продолжают Называть До сих пор Пайлот Баба Может быть Вот на этом Самолете Он и летал Низко Над землей Девчонки Так танцевали Классно Вот я стал Снимать Они стесняются Перестали Танцевать Но они Танцевали И снимали Себя На свой Телефон Тоже Как они Танцуют Здесь На фоне Ракет Может быть Это что-то Такое Такой Символ Лингам Шивы Шива Лингам Ракета Вот он На фоне Ракет Танцует Молодцы Индийские Школьницы Вот он СМ-255 Самолет Самолет Пайлот Баба Ну это я так Уже Смеюсь Конечно Но вполне Возможно Что Пайлот Баба Летал На таком Тоже Самолет Вот еще Одна Ракета Индийская Там Наверху У нее На Боеголовке Это Наверное Боеголовка Там Наверху Там у нее Индийский Флаг Здесь Очень красивое Здание Между Ракетой И самолетом Очень Красивое Современное Здание Из стекла И металла Самолетик Вот он Там Ракеты Выстроившиеся В ряд И девчонки Индийские Очень интересный Пейзаж Так Ну что ж Идем дальше Друзья Здесь Мы имеем Возможность Увидеть Индийский Танк Вот такой Индийский Настоящий Стопроцентный Индийский Танк Танк Видимо Почти В рабочем Состоянии Можно Залить Бензин В него И Запустить И покататься По Бангалору Вместо Велосипеда Вот на Такой Машинке У него Даже Фары Я вот Смотрю Отсюда Вижу Там Лампочки Вставленные В эти Фары Они Там Есть Вот Такой Настоящий Железный Индийский Танк Все Танки Конечно Довольно Уродливые Машины Я не Люблю Военную Технику Она Отвратительна На мой Взгляд Это Тоже Какая Военная Машина Тягач Что Ль Такая Машинка Красивая Там Там Даже Можно В кабину Залезть И Посидеть Там Представить Что ты Рулишь Этой Машиной А ну Да Вот Дверь Открывается И туда Можно Зайти Посидеть В кабину Колеса Правда У него Как-то Уже Наперекосяк Здесь Здесь Мы Имеем Возможность Наблюдать Еще Один Танк Уже Какого-то Другого Типа Этот Танк Поменьше Не Такой Ужасающий Страшный Чуть Меньше Размером Здесь Заброшенный Фонтанчик Который Не работает Но Там Есть Вода Вот В этих Лужах Круглых Видимо Он Иногда Работает Все Таки Включают И Я Возвращаюсь К выходу Ко входу В этот Парк Наверное Я пойду Уже На Станцию Метро Поеду Назад В гостиницу Наверняка Там Мой Телефон Навигатор Зарядился И Потом Я поеду Еще Куда-нибудь Уже С Навигатором Это Вход В парк Здесь Какой-то Окаменевший Мужик Стоит С Ружьем Черный Окаменевший Дядька Солдат Давайте Почитаем Что здесь Кому Это Кому Эта Скульптура Это Памятник Всем Погибшим В различных Конфликтах И Двух Мировых Войнах Здесь Перечислены Конфликты 47 Год Кашмирская Операция 62 Год Сино Сино Индия Операция 65 И 71 Год Индопакистанские Войны 1999 Год Какой-то Тоже Конфликт Вот Этим Людям Погибшим В этих Конфликтах Ненужных Я думаю Очень Интересный Вот этот Пол Здесь Красиво Так Мостовая Она посыпана Вот этими Листиками Из деревьев Очень Красиво Смотрится Обалденно Кстати Я Наверное Даже Сфотаю И Сделаю Такой Этот На Рабочий Стол Знаете Обои Рабочего Стола Вот Из Этого Пола Здесь И Все Это Называется Вот Так National Military Memorial То Есть Национальный Военный Парк Мемориал Текущее видео Я заканчиваю В следующем ролике Мы с вами Продолжим Смотреть Интересные Места В районе Кабон Парк В городе Бангалори Столицы Индийского Штата Карнатека Подписывайтесь На канал India Magic TV Друзья Вступайте В нашу Открытую Группу Facebook По ссылке В описании Там В описании Есть еще И другая Информация В частности Мой профиль Инстаграм До свидания Всех благ Намасте Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...